Так, запись прошла. Ага. Так, теперь, значит, объясняю всем, кто нас видит, кто нас слышит. Значит, мы сейчас с муком и крестным сыном, представьтесь еще раз. Медиков Арсений Сергеевич. Как ты тихо говоришь? Медиков. Медиков Арсений Сергеевич. Так, теперь, значит, проверяем, идет, идет. Давай так, значит, Арсений Сергеевич. Мы закончили вот на этой вот фотографии. Да, мы решили показать, все показывать, пока не листает. Давай подумаем. Да, вот это правильно. Давай подумаем. Нужны ли современному мальчишке навыки драки? Обязательно нужны. Вот. Почему время такое? Потому что сейчас, ну, потому что сейчас любой может подойти и... И по морде. И по морде. И надо учиться драться так, чтобы с первого удара хоть вырубать. Потому что если ты с первого удара не вырубишь, то вырубят тебя. А если ты с первого раза вырубишь, то тогда он будет просто руляться. Так, теперь, ты, надо всех подряд бить? Ну, не всех прям подряд. Только тех, кто тебе... Ну, только тех, кто тебе лезет. Ну, к примеру, тот, кто драк начал. Ладно, понятно. За кого надо заступаться? За женщин, за маленьких и за стариков. Ладно, молодец. Так, листай дальше. Ты уже компьютерщик, я что, зря деньги плачу. Вот, мне вот это подогнать очень нравится. Вот. Это рай для детей. Согласна? Посмотри, видишь вот эти сливы? Да? Да. Скажи, что не вкусно. Вот скажи, если там не вкусно, и нет, чтобы больше не играть. Скажи, не вкусно, и нет сливы. Не скажу. Правильно. Идем дальше. Листай. А, слушай, знаешь, для прикола сказать, что такое современный городской ребенок. Знаешь, что он рассказал? Что это говорится? Это кабачок. Это ты знаешь. Ты старый волк. Я не старый волк. Молодой, молодой волк. Так. Ну, давай это можно смотреть, просто позавидовать. Так, ну, тут что? Ребенок работает. Ребенок сливы собирает, зарабатывает деньги. Да, зарабатывает. Поехали дальше. Так. Сама как сама, человек поработает. Ну, да. Первый урожай. Знаешь, что это? Да, это просто. И ты, знаешь, надо, чтобы фильм пригласил пользуя тебе, чтобы после каждого фильма ты становился чуть-чуть не умнее, ты так умнее, а более-более образованный, более реформированный. Запоминай. Вот. Это яблоня. Не гад. Нет, ты не можешь ее знать. Это значит розмарин. Запомнил. Так, ну, здесь смотри, твоя бабушка работает, а ты взялся ей помогать. Да. Или это мама? Это мама. А, мама? Значит, мама собирает эти все. Секлу, а ты взялся помогать. Ага. Ну, что? Знаешь, почему? Неси, пожалуйста, это. Телефон. Угу. Сейчас, друзья, бывает звонят как раз по делу. Вот. А вдруг это по теме? Деда, иди разговаривай, я, наверное, тут поделываю сейчас у тебя, хорошо? Ой, ты-то по... Алло, алло. Да, это же... Алло. Да, да, я вас звоню. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Это вас из Казани беспокоит. Да, я вот нашел сайт ваш, решил позвонить, попробовать. Уже... Да, ага. Да, я вас перебиваю. Перебиваю. Вы вас позвонили, вы не... Нет, 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 нет. Минута. Дело в том, что минуты не получится. Мы сейчас с внуков снимаем очередной фильм для детей. Учебный. Вот. А, вот. Закончим минут через 15. Можно подождать, Семеновиков? Ээээ... Я могу через 15 минут позвонить вам. Ну, тогда уже давайте через 20 для гарантии. Хорошо? Хорошо, давайте через 20. Значит... А то наш разговор услышат сотни людей. Так что... А, ах, вон оно что, извините, пожалуйста, да. Чарль, бывает 20 минут. Согласовано, все, 20 минут, значит. Хорошо, давайте пока. Всего хорошего, да. Всего хорошего. Так, ну, продолжим. Бабушка. Бабушка? Ну, значит, бабушка. Знаешь, почему я тут в таком кадре... Что-то вспомнил? Да, просто я помню, я тогда с пчелой бежал, я испугался. А-а-а. Я думал, это шмель гигантский. Все понятно. Так, ну, ты сам понимаешь, шестренка, по-моему, тебе точно... То, чем гордо набирает. Согласен? Да, согласен. Серьезно, у тебя шестренка? Так. А что это за груша? Это груша. Лада. Лада. Это груша Лада. Груша Лада. А еще дальше, вот тут вот справа, слева, умирающее дерево, видишь? Да. А знаешь, почему оно умирает? Мы его изувечили. Я с него взял сотни вкусов этих шестренков. Вот, вот оно. И оно начало умирать. Это истинно, и куда от нее не денешься. Ладно, горько, это правда. Есть такие деревья, я их называю, это запогдай. Это маточное дерево. Да. Вот, вот тот следующий, это не маточное. С него я шестренки не брал. Ему все по барабану. Вот, идем дальше. Так, где мы остановились? Мы остановились. Давай я поищу. Что-то ты заблудился. Хотя, как-то, шековый дебедя, то заблудился. Вот, вот здесь. Так, теперь, давай я буду листать. Вот, значит, понятно. Дети зарабатывают. Ну, давайте, листай дальше. Так, что тут у нас? Какой это сорт? Это какой сорт? Ну, Сонька морды корчит. Ну, да, она там позирует. Ну, это же девочка. Ну, да, что с ним взять? Я не могу сообразить, что это за яблоня. Хм. Трясатый вещь. Заблудился я? Давай дальше. Опозревай, я опозорился. Так, ну, это, помнишь, мы вчера говорили, что колновидные яблони? Вот одно из них. Смотри. Обрати внимание, не собирали. Обрати внимание, что они, значит, подпорчены. Их даже едят. А ты знаешь, вот видишь, вот грызиные яблоки? Да. А почему? Потому что они очень вкусные. Это колновидные яблони под названием маргузин. Вот. И для чего ты их собираешь? Думаешь, кушать? Нет. Нет. Мы эти семечки выберем и прожаем. Правильно? Да, правильно. Вот, идем дальше. Так, это у нас, что, видишь, что это? Крыша, крыша. Что это такое? Крыша. Ну, значит, это закрытое помещение. Как оно называется? Теплица. Вот, все знают, теплица. Вот. Это, смотри, видишь, какие персики. И обрати внимание, абсолютно здоровые листья. Никакой кучерялости. Ни одного грибочка, согласен? Да, согласен. Давай дальше. Так, ну, тут уж понятно. Почему, вместо того, чтобы их, ну, в случае, да, упрекнули, знаешь, как все они, если у Железова нет на продаже, то есть не стоит на рынке, если не продает плоды, значит, у него в саду нет плодов. А почему у нас они еще и сплодены? Ну, вспоминай, почему перезаялые, для чего? Для того, чтобы дерево лучше зрело. Потому что не дозрело зреть оно не будет. Не дерево, а земля. Так, друзья, не удивляйтесь, что ребята постоянно кашлятся, вот, боли, даже какие. Но мы решили, что пропускать фильмы нельзя. Сегодня мы снимаем, завтра снимать будет некому. И послезавтра тысячи людей не узнают, что такое настоящий сад. Правильно? Ну, я буду снимать тебя. А без меня пока не сможешь. Я тебе сколько говорю? Коуми, да. Ты слышал, слышал. А ты что, Баргузин не слышал? Идем дальше. Так, вот это интереснейший момент. Если приглядеться, здесь огромное количество плодов. Вот так, внимательно посмотри. Да. Вот, короче, знаешь, сколько я, Тимаша, собрал ледер? Девять, девять. И это все абсолютно несъедобно уссурийская груша. Это феноменальный сорт, чтобы их вырастить и на них привить. Она супер-гварностойкая. Идем дальше. Так, ну, про это мы говорили. Главная задача, вот. А вот здесь вот, оказалось, что часть собрал, а потом все это накрыло листвой. Приходилось все делать. Убирать листву. Вот. Но никогда нельзя убирать отсюда все. То есть, плоды соберем, листва остаются навсегда. Листва упавшая принадлежит дереву. Не нам, а дереву. В этом случае нельзя его выгребать и сжигать, как принято. Хочу, чтобы все это слышали. Давай дальше. Так, ну, это к нам пришли кости, мальчишки. Я говорю, Тимоша, угощай. Они такого никогда не видели. А знаешь, что это за сорт? Ты еще не слышал. Опорт крово-красный. Супер сорт. Опорт крово-красный. Ну, у него в руках яблочко небольшое. 400 грамм. А когда вы разговариваете, они до 500 до 600 грамм. Представляешь? Подселяю как. Вот. Ну, что, удивили малыша? У него наш радостный стоит. Оказалось, у них нет сада. Хуторяне, у них нет сада. Это вообще ни в какие ворота не влазит. О, я собаку заметил. Собаку сейчас пока оставь покоя. Пусть сохраняет. Вот. Ну, Тимоша взял все, что надо местной малышней. Угу. Давай дальше. Так. А это уже как называется? Это... Это... А, не вспомнишь никогда. Запоминай на будущее. Ты не можешь все знать. Ты раньше зачем в деревню ездил? Восемь не купался, грушу бил. А такими вещами я тебя не учил. Итак. Red Melba. В скобках Канада. В переводе на русский Red. Как будет? Красный цвет. А ты... Правда ты знаешь слово Red? Да. Я много слов знаю. Ой. Ты мне вчера удивил, когда сказал слово. Все, повторять не буду. Ну, пойдем. Может быть? А, а это... Ну, красный цвет. А, так откуда тебе порвать? Итак. То был аппорт Корово-Красный, а это аппорт его в латинске. Идем дальше. Так. Это у меня без названия. Ты представляешь, обидно. Ампирку потерял. Я не знаю, что за сорт. Но сорт великолепный. Идем дальше. Так. Что насобираешь? Сказать? Это... Нет. Это не яблоки. А яблоки-яблоки? Нет. Это не яблоки. Это не яблоки. Это яблоки. Это яблоки. Это яблоки. Да. Это... Это яблоки. Пепель шафранды. Напомнил? Пепель шафранды. Давайте напоминаем. Ред, бел, белье, шафранды. Аппорт Корово-Красный. Аппорт Латинский. Вот. Ну, это белье. Это отдыха. А это уже работа. Все. Ой. Красота какая. А это знаешь, что такое? Это яблоко. Нет. Ну, ты уже должен знать. И перед этим я его называл. Аппорт. Аппорт. Корово-Красный. Красный. Вот. Идем дальше. Так. А вот это вот Демаса играет роль вектора. Представь себе, что он в саду. Я назад. Я назад. Подожди. Он в саду. Представь себе, что он в саду. А дело в том, что, во-первых, видишь, сучок торчит. Его нельзя отрезать. Правда, до конца делать нельзя. Это раз. Так. Там уже, там нужно помарить. Если вот здесь есть радость, знаешь, почему? Отсохло и отварилось. Это ладно. А вот здесь, где я вам показываю пальцы. Ну, ну, кажи пальцем. Вот это вот отрезать сучок нельзя. А у всех руки черпятся. Это раз. И второе. Вот эти вот. Это учеба. Седя. Вот эти вот. Рад, казалось бы, рады. Видишь, потрескалась кора. Никакие не рады. Это нормальное состояние дерева. Оно, когда начинает расти, задубевшая кора лопается. И это правильно, что она лопается. Это нормально. И не надо, не бездумно, что другие делают это все замазывать. Вот у меня будет по идее лекарь, я еще буду показывать, показывать. Ну, что, сумма, поскольку им продать надо эту мазуту. Я уже это, знаешь, как называют эти самые? Мазут им называют. Презрение. И все это берут кисточкой и все это замазывают. Кроме дерева. Извини, что это говорю. Нам болело. Так, теперь. И ты ни этого не знаешь? Ну, давай на скидку. Вот это метли вертикальные. Называются лоски. Вот. Они заплодоносятся на третий год. А так, когда не хотят, и они не знают, специалисты так называемые, что на третий год заплодоносят. Что они делают? Они требуют, чтобы их отрезать целиком. То есть на концов. Надо их отрезать. Нет. Правильно. Идем дальше. Так, еще такой же случай. Ну, давай же. Вот. Вот, видишь, сколько я отрезал. Заставлял. Да. Вот поэтому дерево здесь проплодоносят. Вот. А вот эта самая страшная рана была на моем самым лучшем дереве. Это, видимо, этот, манджурский патриарх. Когда-то я с дуру, когда был молодой, совсем первые годы в жизни дерева, послушался и отрезал вот эту ветку. А вот сейчас эта рана, как бельбу на глазу. Это моя больная совесть. Но я за то не кричусь. Теперь и с тех пор не смогу. Раны делать нельзя. Никогда не зарастут. Ни на одном дереве. Растет дерево, растет рана. Ну, это опять минуты. Вот их, а? Ну, это давай пропустим. Так. Узнаешь это? Что это? Это я. Это Семена. Так, теперь. Ты не помнишь, что ты собирал? Это груша. Правда? Точно груша? А, да, не похоже на груша. Откуда ты помнил? Ань, что это за груша? Усу. 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 Риска. Усу Риска. Нет, все-таки польза есть. Идем дальше. Так, вот это особый случай. Дело в том, что это террасиновая лапа. У тебя вот похожая. Нет, давай так. Вот я сейчас всем покажу, чтобы не путали. Это противогаз. Я об этом тоже буду говорить, чтобы дети слышали. Я вот это так и знала, что противогаз. А противогаз, а смотри, как похоже. Вот это противогаз. Так, вернее, это фильтр противогаза. А это террасиновая лапа. Давай про то и про то говорю. Недавно у меня был случай, когда целые сутки мы сидели без света. Авария, что-то перед этим болгой не сверкали. И тогда вспомнил, что у меня в гараже лежит эта лапа. И если у меня и керосин, там целая эта пляшка. Вот. И я, как мне не хотелось идти за километры в гараж. Да, еще мороз под сорок. Ай. Ёлки-палки. Я к чему говорю? Где должна быть керосиновая лапа? Дома. Дома. Она что, место занимает? А если у нас же случится такое? Включил лампу и живем. А без лампы? Что у нас еще есть? Пройдут меня еще. Там лежат свечи. 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 Вот. Это еще не все. Не все. Почему я заставляю ребенка? Это было... Ему тогда было где-то... Где-то было 9 лет. И вот представь себе, 9-летний ребенок берет коробок. Ну, я раньше научил. 7 лет. 7-летний ребенок берет коробок, спичку. И что я вижу? Поджигает, от страха бросает горячую спичку. Ты знаешь, Семен, что тысячи детей подожгли, свои квартиры? Почему? Обычно делают тайком. Сейчас я объясню. Это мажем. Это передача до детей. Да, я уже 6 лет не боялся спички зажгут. Так, а кто видал это? Дед, ты при чем? Нет, не при чем. Так вот, слушай. Ну, пример вот он явный. Что если я без обмена? Что? Ребенку было 7 лет. Я беру коробок, спички заранее. Чтоб он не тайком это сделал и дом не поджег. А заранее беру коробок, спичку поджигай. Он берет, чирк, спичка загорелась, он со страху ее бросает. Вторую со страху бросает. И где-то с 5-й или 6-й он уже удерживает ее. И тут же она у него гаснет. И вот пока его, она должна гореть секунд 20-30. Вот тогда научил. И теперь я знаю. Во-первых, я ему сказал, сожгешь целый коробок. И он сжег по одной спичке целый коробок. И вот и так надоел. И теперь он тайком никогда этого делать не будет. И ты не будешь. Вот этот момент. То есть надо этим тоже заниматься. Иначе это... Ну я знаешь, лично я с чем знаком. У меня племянник, да? На Украине все. Стоксед ржег. Ты представляешь? Тайком пытался спичку поджечь. И вот, а что такое стоксед? Ты представляешь, сколько это было работы? То есть накосить руками. Ну и что тогда делали? Это самое. Рожь, значит... Какая тяжелейшая работа была у взрослых. Рожь косили. Связывали снопы. Снопы приносили. Я сам свидетел. Мне было 6-7 лет. Вот. И цепями, и били, и это... Выбавасили из него это... Зерно. Потом зерно собирали. Огромный вот такой вот... Как он называется? Полос? Нет. Круг. Два этих. Один на другим. Сейчас я вспомню, как он. О, я уже старый. Уже сам забыл. Когда мерят зерно. Не на мельнице, а вручную. 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 Небольшой ручной котелок. Нет, как оно называется-то. Ну, то есть мерят зерно. Это все было в Южной Украине еще в 56-м году. 57-й, 58-й год. Деда, я знаю такое. Там, типа, такая тарелочка и вот такая штука, которая... Нет, да, это посерьезнее. Она ее руками не подниму, что такая тяжела. Вот это было. И ты представляешь, когда сток сена, и впереди зима, и ребенок это сжигает, сжигает, хорошо дом не подпалил, только потому, что его никто не научил поджигать. И ему надо вот тайком спрятаться за этот сток и тайком чиркать. Это тебе говорю? Нет, это я им говорю, будучи поджигателем. Вернее, уже не поджигателем. Ладно. И, наконец, ладно, об этом я скажу на вебинаре в понедельник. Для чего у меня в руках фильтрующий элемент противогаза. Вот, пригодится. Ну что, будем заканчивать? Давай не заговорить. Давай еще две картинки. Ну давай две картинки. Так, как ты думаешь, что это такое? Это... Последнюю собирали. Так, ну дальше что идется? А это что делали? Это муки. Это святовые, это скворечек. А это святовые. Так, идем дальше. Или хватит? Ну еще одну. Давай еще одну. Ну это понятно. Вот этот мальчишка, смотри, какая у него стойка. Это профессионал. Он ходил на бокс. Видишь, какая у него стойка? А у Тимошки стойка каратиста. То есть я его как-то его включил. Никто не должен видеть, да, никто не должен видеть, что ты это самое, можешь дать отпор. Он просто стоит в расслабленной позе. Я к нему подхожу, бах его поболи, а? Он мне бах уже успевает руку поднять. Ну, все, закончили? Я даже могу показать, как у него стойка, где вдруг стоит. Ну давай. Ну ты, жена, если тебе это не касается. Я знаю эту стойку. Ладно. Так, ну нормально. Это были разговоры между даймом, мальчиками, правильно? Правильно. Так, все, будем заканчивать. Давай, где мы там были? Мы были. Где отключили? Ага. Теперь вот сюда давай. Вот сюда. Ага. И давай по вашим эстетям. Это была серия номер 5 или 4. Всем пока. Всем пока. Спасибо за внимание. А продолжать будем? Продолжать? Продолжение будет. Давай. Продолжение следует. Продолжение следует...